Первые же серьезные холода выявили слабые места в екатеринбургских коммуникациях. За вчерашний вечер в уральской столице стало известно минимум о трех крупных порывах водоканального хозяйства. Самый заметный, возможно потому что рядом с ним проживают в основном студенты, любящие все снимать на смартфон, порыв произошел на улице Колмогорово, вблизи общежития и учебных корпусов Уральского государственного юридического университета. Спустя небольшое время, после начала водоизвержения, общежитие вуза по адресу Колмогорово, 52, оказалось полностью окружено водой. Так что студенты не могли вернуться к себе домой после лекции. К чести водоканала на устранение этой аварии были брошены несколько ремонтных бригад. Пока одни искали место порыва, другие делали временные переходы из деревянных палет, а третьи тракторами сгребали, готовые превратиться в лед-мокрый снег. Вчера же вечером еще один заметный порыв водовода случился в завокзальном микрорайоне на улице Артинской. Поскольку жилых домов здесь нет, активность ремонтиков здесь была не так заметна. Автомобилисты старались побыстрее преодолеть растекшиеся реки воды на проезжей части. И, наконец, третья авария поздним вечером произошла на вторчермете на улице Патриса Лумумбы у ботанического рынка. Особенность этого ЧП в том, что растеклась не водопроводная вода, а содержимое водоотводов, грубо говоря, фекалий. Сложность устранения таких аварий в том, что перекрыть поступление истекающей массы невозможно. Нет такого крана, который бы закрыл канализацию в домах. Приходится искать места засора и пробивать их стальным тросом. Как сообщают наши коллеги из ночных новостей, устранить засор ремонтникам удалось только к половине третьего ночи. За это время тонны нечистот разлились как по самой улице Патриса Лумумба, так и примыкающей к ней улице Ферганской.